Они красивые и талантливые, они умеют петь и танцевать. К тому же поют не только при помощи голоса, но и при помощи жестов. Речь идет об участницах конкурса «Мисс Тихая Чувашия». Этот фестиваль для девушек-инвалидов, по слуху, в нашей республике прошел уже в восьмой раз. На праздники красоты побывала наша съемочная группа. Маша Петрова впервые решила выступить на сцене, а тем более принять участие в конкурсе красоты. Девушка призналась, что она очень стеснительная, но на этот раз решила побороть свои комплексы. Первое место у меня вообще все равно, господи. Мне главное, чтобы выйти и показать себя первый раз в жизни. И последний раз, надеюсь. Я боюсь, потому что... Соперницы Маши – девочки из ее же школы. Все они плохо слышат, поэтому в фестивале называется «Мисс Тихая Чувашия». Из-за этих ограничений здоровья конкурсанткам значительно труднее представить свои номера. Видеть, надо выступать жестовую песню. А еще надо говорить. Ну, некоторые у нас люди глухие, не могут об этом говорить. Приходится жестами еще объяснять. Помимо того, что конкурс позволяет девушкам с ограниченными возможностями здоровья показать свои творческие способности, организаторы фестиваля преследуют и еще одну цель. Одна из важнейших, я считаю, задач – то, чтобы здоровые дети, которые сегодня сидят в этом зале, увидели, как же они счастливы, как они не используют то, что имеют. Поэтому они получают огромный урок умения любить эту жизнь, пользоваться каждым днем и учиться у этих детей полноценной жизни. Благодаря таким конкурсам окружающая среда становится для ребят действительно доступной. И это главное достижение нашего общества. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика.